Итак, рассказываю, что происходит. Это цирк у нас, наш цирк, город Кемерово, проспекта Ленина, самый главный проспект города. Люди собрались, там квартал чуть подальше, на Пионерском бульваре, пересечении Пионерского бульвара и проспекта Ленина, собрались и под зонтиками, тут дождь идет, и пошли просто в сторону центра города, просто по Ленину, без каких-либо транспарантов, плакатов, лозунгов, просто люди под зонтиком пошли гулять по городу. Все это происходит в сопровождении, так, как минимум двух автозаков, получается, какого-то нереального, а нет, вот еще два автозака, нереального количества полиции, причем полицейские некоторые идут в толпе, можно сказать, тоже участвуют в этом, вот видите, вот полицейские участвуют в этом шествии. Количество участников, ух тыс, привет, ребята. А вы что, на митинг пришли? А вы думали, как? Так это же не митинг, это просто шествие, правильно? Ну, пускай даже шествие. Ну, никому же не мешаем. Ну, конечно. А как вы думаете, зачем столько полицейских пригнали? Ну, как, понятно ничего. Забросить куда-нибудь в эту машину, увезти на участок. Вы думаете? Ну, уверена, не первый раз. Я с внуком уже хожу четвертый раз, знаю публику. А почему вы приходите? А потому что я думаю о будущем молодежи. Я педагог, 25 лет, готовый локады для химии. Где сейчас химия, где промышленность и где им работать. Я инженер-химик. Понятно. Как вы думаете, сколько сегодня людей пришло? Ну, не меньше 200, 200-то это было, 10. Ну, вот, по мнению бабушки, 200 человек участвует. Просто под зонтами гуляют. Гуляют люди в сопровождении полиции. Ой, сколько полицейских пришли охранять. Вы являетесь участниками несанкционированного с органами местного самоуправления публичного мероприятия. Убедительная просьба, расходитесь. Убедительная просьба, расходитесь. Граждане, вы являетесь участниками несанкционированного с органами местного самоуправления публичного мероприятия. Победительная просьба, расходитесь. В это время на сцене парка Жукова проходит никому не нужный концерт за наши бюджетные деньги. Ни для кого, как видим. Чтобы не допустить туда участников шествия, акции. Абсолютно пусто. Вот, ага. Меня зовут Алексей. Собственно, сейчас вы можете наблюдать. Там подойдет целая армия сотрудников полиции. Но они не за нами пошли, они там... Да, они не за нами, они перегруппировываются. Но их в несколько раз больше, чем... Да, я заметил, очень много. Да, плюс много автомобилей различных, специальных. Ну, все из-за того, что люди вот вышли, так сказать, почти минутой молчания. Судвинулись сегодня. Могратию, видимо, не знаю. А сколько человек сегодня собралось? Ой, я даже примерно сказать не могу, но вроде как минимум один автозак уже дополнили людьми и увезли. Я что-то... Он проезжал, а оттуда люди нам махали. Да? Да. Но это, видимо, еще было на Пионерском бульваре. Ага. Что случилось с организаторами акции вот этой части? Ксюше Пахомову и Борису Павлову. Они координаторы местного штаба нового? Да, да, да. Они, собственно, получили позавчера повестку на сегодня на два часа в Следственный комитет как свидетели по неизвестно какому делу. Вот. Но Бориса сегодня прямо из дома взяли. Только население с изна, сюда жара. Только население с изна. Бориса Павлова сегодня сотрудники полиции из дома взяли сразу, увезли в Следственный комитет. Я ему звонил недавно, он там сейчас сидит. Ксюшу, как я понял, при выходе из дома. Но она не дома вроде ночевала, но тем не менее ее все равно за ней проследили и тоже увезли. Ясно. Организатор, вернее, тот, который подавал заявку, как его зовут? Да, на него было спубликовано дело по поводу, ну, якобы у него нашли следы органистского каннабиноида в крови. Вот. Но при этом данные эти не точны и сказали, что экспертиза должна еще пять дней ждать окончательного какого-то вывода. И на это время он будет... Да, будет не с нами. Сидеть. Понятно. Какой вообще план дальнейший? По обстоятельствам, видимо. Я не знаю, здесь сейчас как такового организатора нет. Вот, то есть люди как-то самоорганизовались, судя по всему. Ну и... По сути, все это выглядит как просто прогулка каких-то людей по городу в сопровождении огромного числа полиции. Да, с частной охраной государство выделило. По-моему, замечательно. Гуляю, я один гуляю, что дальше делать я не знаю. Нет дома, никого нет дома. Но я лишний, славно куча лома. Я бездельник, мама, мама. Я бездельняку, я бездельняку, мама, мама. Пушки! 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 П Граждане, вы являетесь участниками несанкционированного с органами местного самоуправления и публичного мероприятия. Убедительная просьба. Расходитесь. Граждане, вы являетесь участниками несанкционированного с органами местного самоуправления и публичного мероприятия. Убедительная просьба. Расходитесь. Так, пошли задержания первые. Полицейские напали и одного уже увели. Непонятно на каком основании. Все, ну интересно, что тут. Очень печально, очень печально. Я из ПГТ Промышленная, Кемеровская область. А почему ты сегодня здесь? Наверное, потому что у нас прекрасная страна, но власть у нее не особо хорошая, поэтому как-то спели, наши сердца требуют перемены. По-моему, 14 лет как раз таки тот возраст, когда стоит интересоваться политикой и тем, что в принципе будет твоим будущим. А ты свое будущее связываешь с ПГТ Промышленная? Я надеюсь, что я хотя бы учусь там. И я надеюсь, что я поступлю в город Кемерово. А вообще ты планируешь вообще в России жить или вдруг у тебя какие-то планы? Я постараюсь пройду и жить в России. Если мне это не получится, то, по крайней мере, я уеду или в Германию, или в Канаду. Благо, у меня есть и родственники, друзья из других стран. Я очень хочу остаться в этой прекрасной стране, но я не знаю, получится ли. Поэтому я надеюсь, что мне получится остаться в России. А кем ты хочешь стать? Я хочу стать психологом или же, если не получится, то воспитателем или, возможно, учителем. Я хочу связать свою жизнь с работой с людьми, с детьми. Поэтому мне хочется помогать людям. И я не хочу, чтобы свободу слова, как я сказала, ограничивали. Настя, спасибо. Удачи тебе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok